Здарова друзья и добро пожаловать на новый выпуск по играм для слабого ПК, где я рассказываю вам об относительно нетребовательных новинках, которые вышли не так давно в стиме. Игры я перечисляю по большей части только те, что имеют наиболее высокие рейтинги. Но все же не стоит забывать, что все это конечно же очень субъективно, и какие игры считать годнотой, а какие нет, решать только вам. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Lineage 2 это MMORPG, которая завоевывает мир еще с 2003 года. Игроки утверждают, что с годами игра стала только лучше и сбалансирование. Если же вы с этой игрой все еще не знакомы, то вам не стоит бояться того, что вы не догоните остальных игроков, если начнете играть только теперь. Ведь сейчас специально для вас в игре действует ускоренная прокачка. А при регистрации игры по ссылке в описании, вы и вовсе получите премиум аккаунт. Ссылочка в описании. Infernium это инди-хоррор с уникальным визуальным стилем и очень даже неплохой графикой. В игре вы будете исследовать просторы ада. Правда вот его дизайн выполнен не так, как нам обычно рисуют преисподнюю, а скорее так, как его хотел бы увидеть автор игры. В общем атмосфера у этой игры очень даже хорошая. Об этом можно судить уже по увиденному геймплею. Кстати, не стоит ждать от игры экшена, ведь от врагов вы здесь будете прятаться и бегать. Поэтому если вы любите игры подобного жанра, обязательно оцените. Wrath of Anna. Эта игра находится в жанре сурвайвл. Здесь вам предстоит играть за безымянного новичка, которого забросили на неизвестную планету в самый разгар межгалактической войны. Теперь вы должны будете исследовать область, искать ресурсы, крафтить оружие и выживать. Играть в эту игру, кстати, можно как одному, так и с другом. Многопользовательский режим также присутствует, так что повеселиться здесь однозначно можно. И если у вас есть желание, то вперед к успехам. Outbreak the Nightmare Chronicles. Это ролевая приключенческая игра с элементами хорроров, которой вам предстоит в одиночку бродить по старому особняку. Решать в нем сложные головоломки, искать ответы на интересные вопросы, собирать припасы, оружие и убивать монстров. Зато они сложные и схватка с ними может стать настоящим испытанием. Отзывы у игры положительные, исследование особняка и вправду затягивает, так что я бы все же рекомендовал вам оценить эту игру. Aircraft Evolution. Это очень даже зрелищный инди-экшен, играя в который, вы побываете сразу в нескольких временных эпохах. А именно, первая мировая, вторая мировая, современный сеттинг и будущее. В общем, небо будет в вашем полном распоряжении. Зачищайте все новые и новые уровни, пересаживайтесь с деревянных, еле двигающихся и весьма непростых самолетов на стальные высокоскоростные истребители. Обстреливайте врагов пулеметами или же просто сбрасывайте тяжелые бомбы. В этой игре вы можете делать все, что связано с авиацией. И несмотря на графон, бомбежки выглядят очень и очень зрелищно. Так что не проходите мимо этой замечательной игры. Welcome to the Game 2. Казалось бы, ничем не примечательный хоррор, который выйдет, зайдет определенной аудитории и забудется. Но нет, в начале апреля он и не вылазил из топа твича. Его стримили вообще все. Игра стала узнаваемой, попала в массы и получила свой очень положительный отзыв в стиме. Ну и как вы уже поняли, игра находится в жанре хоррор от первого лица. И в ней вам предстоит убегать от людей в масках, которые постоянно вас преследуют и хотят убить. War of the Zombie. Это стратегическая игра в сеттинге зомби апокалипсиса. В этой игре вам необходимо распределять свои ресурсы, выбирать снаряжение для бойцов, отправлять их в горячие точки для зачистки районов от зомби и спасения гражданских. Также вам предстоит следить за глобальной картой распространения вируса и пытаться его контролировать. Как вы уже поняли, функционал у игры огромен. Она объединяет в себе сразу несколько жанров и очень хорошо развлекает игрока. Обязательно оцените. Will to Live Online. Это многообещающий ММО шутер от первого лица, действия которого разворачиваются в постапокалипсисе. В игре вам предстоит искать себе припасы, чтобы выжить. Находить новые пушки, кооперироваться в отряды, чтобы вместе искать ценный лут на опасной территории. Ну или же вступать в банды, чтобы участвовать в массовых перестрелках и войнах кланов. Также не стоит забывать, что мир игры кишит разными мутантами и прочими опасностями. Графика у игры норм, вышла она не так давно, отзывы получила очень положительные и лишь с каждым днем только набирает обороты. Рекомендую оценить. Band of Defenders это кооперативный постапокалиптический шутер от первого лица с возможностью построения собственной базы. Создавайте свое оружие, стройте баррикады, открывайте новые виды экипировки и предметов для персонализации своего персонажа. Убивайте мутантов и дикарей, которые пытаются уничтожить вас и вашу базу. В игре доступен и однопользовательский режим и мультиплеер. Но сами понимаете, что в подобные игры лучше всего, конечно же, играть только с друзьями, ибо фана можно получить гораздо больше. Sfo. Это увлекательная игра-головоломка, в которой вам необходимо решить задачку и при этом не разрушить конструкцию, которая находится перед вами. Минимальные разрушения допустимы, но чем их меньше, тем лучше. В каждом новом уровне этой игры вам предстоит очень и очень много думать. Здесь важны знания физики и математики, поэтому любители сложных и умных игр точно оценят. Wax the Serial Killer. В этой игре вас постоянно будут похищать разные психованные маньяки, чтобы, конечно же, разделать вас на кусочки. Но оказавшись связанным перед убийцей, у вас появится возможность освободиться, и воспользовавшись ею, перед вами откроется десяток способов убийства того самого маньяка, который хотел убить вас. Цель игры, как можно изящнее расчленить вашего обидчика. Специально для этого игра полностью выполнена в черно-белом стиле. Цвет здесь имеет только кровь, и ее в этой игре очень и очень много. Sinister Zombies. Это весьма забавный симулятор выживания в мире зомби-апокалипсиса. Возьмите на себя роль последнего выжившего, отчаянно отбивающегося от живых мертвецов. Как долго вы сможете продержаться, когда на вас без остановки прут толпы зомби? Испытать себя вы сможете только в этой игре. Checkpoint. Это очень зрелищный и динамичный платформер, в котором вам будут доступны аж 12 играбельных персонажей. Каждый из которых уникален, имеет свою собственную историю, миссии персонажей будут происходить в разных локациях, все вокруг будет взрываться, а противники будут атаковать вас неисчисляемым количеством. В общем, экшончиков в этом платформере очень и очень много. Обязательно оцените. Extinction. В этой игре вы возьмете на себя роль одного из самых последних стражей мира. Солдата по имени Авил. И будете защищать свой мир от разных монстров, коих в игре очень и очень много. Уничтожайте великанов, защищайте города и помогайте беженцам. Графика у игры очень даже ничего. Боссы огромные, противников много, геймплей тоже ничего. Так что думаю оценить можно. Masters of Anima. Это оригинальная приключенческая игра, в которой тебе откроется магический мир искры. Сражайся с силами зла в стратегических и динамичных битвах, исход которых зависит от быстрых тактических решений. Собирай и командуй огромной армией, в рядах которых может быть до 100 могучих стражей. Double Kick Heroes. Это уникальная смесь шутера и музыкально-ритмичной игры. Здесь вам предстоит бороться за свою жизнь, уничтожая разных монстров. Но делать это нужно весьма занимательно, а именно музыкой. Вы будете попадать в несущиеся клавиши, выигрывать в мини-игру и противники будут получать урон. Саундтрек у игры напрямую связан с геймплеем. Все это выглядит и играется очень даже динамично и точно заслуживает вашего внимания. Maelstrom. Это многопользовательская фэнтезийная игра, в которой вам предстоит управлять своим уникальным кораблем. Улучшать его, покупать новые обвесы, модернизировать обшивку. В общем прокачивать его по полной программе, чтобы потом побеждать своих врагов в лице реальных игроков и обычных морских тварей, коих здесь очень и очень много. Плюс гигантские морские чудовища здесь тоже есть, так что не проходите мимо. Pure Rock Crawling. Но здесь я буду краток. Это неплохой, обыкновенный симулятор вождения автомобиля в экстремальных условиях. Камни, горы, грязь и прочие препятствия. Устанавливайте и испытывайте любое транспортное средство. Death Tool. Это многопользовательский экшн-шутер от первого лица, в который лучше всего играть с командой. Ведь здесь вы будете выброшены на остров с другими игроками, и вашей основной целью станет не убийство всех остальных игроков, хотя это тоже очень важно, а побег из острова. Сам же остров кишит разными гаджетами, оружием и техникой. Здесь даже можно на лошадях ездить, на вертолете полетать. В общем возможностей масса. Если заинтересованы, обязательно оцените. Tower of Time. Это удивительная игра с множеством приключений, в которую входит около 50 часов игрового времени. Все уровни в игре созданы вручную, а увлекательный сюжет раскрывается через видео вставки. Игра Tower of Time, как заявляют сами разработчики, выводит классический RPG на совершенно новый уровень. Ведь в ней гибкая система развития персонажей, тысячи предметов снаряжения и добычи, а также сложная тактическая система боев в реальном времени. Правда это или нет, предлагаю вам проверить самостоятельно. Я лишь могу добавить, что отзывы у игры очень положительные. Ravel Hill Trivals. Это 3D платформер с динамичной окружающей средой. Вы, капитан своего собственного космического корабля, летаете от одной странной планеты к другой, не менее чуждой планете. На которых вас ждут вызовы, двигающиеся платформы, падающие астероиды, ловушки и иноземные сооружения. Выживайте, исследуйте, побеждайте врагов и становитесь лучшим из лучших. Ну а на этом пожалуй все. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а также подписывайтесь на мой второй канал, ссылка на который будет в описании. Там я регулярно провожу свои стримы. Ну и еще вступайте в группу ВКонтакте, там вы найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. Всем удачи, друзья, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok